До минус 42 градусов может похолодать на выходных. Подробнее об этом в прогнозах МЧС. В студии заместитель начальника главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. В предстоящие выходные дни 20 и 21 января ожидается геомагнитное возмещение до 3-4 баллов. Метеозависимых людей предупреждаем. Уважаемые красноярцы, предстоящая неделя будет практически очень холодной. Дом длинен на минус 33 градусов, в ночи до минус 40. Выходные температуры могут опуститься местами до минус 45, а за городом еще меньше. Местами возможны морозные туманы. Самые опасные места по дорогам – это возле реки Енисей. На мостах через него там туман. Кроме того, плохая видимость за большегрузным транспортом. И кроме того, уважаемые красноярцы, в местах расположения частного сектора возможно резкое ухудшение видимости. Автолюбители, без крайней необходимости не выезжайте за город. Если поездка вынуждена, проверьте автомобиль, захватите с собой теплые вещи. Напоминаем, на трассах действует 18 мобильных и 86 стационарных пунктов обогрева. Они обозначены транспарантами. Кроме того, напоминаем, что на Буйбинском перевале на автодороге Курагина-Чиимшанка лавина опасна. За два дня на дороге Курагина-Чиимшанка сошли три лавины. Общим объемом 655 километров. А на прошлые выходные, вблизи поселка Приисковой, Тахакасии, сошла лавина, пострадали 7 человек, два из них, к сожалению, погибли. В связи с предстоящим понижением температуры, во избежание оборужения, воздержитесь от катания на гор, на лыжных базах, одевайтесь теплее, многослойно, без необходимости не покидайте помещение. За первые недели Нового года, с признаками обнаружения, в крае к врачам обратилось около 90 человек, из них 9 человек – дети. В связи с серьезным похолоданием возможно увеличение количества бытовых пожаров. За неделю произошло 53 пожара, к сожалению, 5 человек погибли. Соблюдайте правила пожарной безопасности, в жилье не оставляйте без присмотра работающие электробогреватели и раскаленные печи. Не перегружайте бытовые электросети. При сильных морозах возможно авария на ТК ЖКХ. При отсутствии тепла, электроэнергии в вашей квартире обращайтесь в свою управляющую компанию или в аварийную службу 205. Только за последние дни в городскую службу 005 поступило около 100 обращений на ТК ЖКХ. За неделю произошло 19 аварий. Уважаемые красноярцы, хотелось бы вас предупредить. В Красноярске на пороге эпидемии в обществе респираторных заболеваний гриппа за неделю заболело более 4 тысяч человек. Показательный уровень эпидемического порога. В крае уже заболело более 8 тысяч человек. Чтобы уменьшить заболеть вирусным заболеванием, чаще мойте руки и употребляйте противовирусные препараты. Кроме того, если кто поедет за рубеж, в странах европейского региона регистрируется рост заболевания гриппом. В настоящее время число заболевших и госпитализированных составило около 2 тысяч человек. К сожалению, погибло от гриппа 93 человека. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы изникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК. До свидания.